ребята всем привет сегодня в этом видео я покажу дорогу до астаны мы выехали командировку и остановимся по пути примерно сколько километров занимает дорога какая трасса что есть по пути давайте не переключайтесь здесь семейское масло там кое-что передавали да то без чего не могут семейское масло домашний домашний раннее утро выезжаем в город астана и и Мини-моркет Раннее утро, такая прям свежесть с утра, это реликтовый сосновый борт. Время 7 утра, мы уже на трассе, погода стоит солнечная, день обещает быть теплым. Впереди село Канонерка, у меня есть видео на канале, где я там показывал, что продают грибы. Очень много грибов, деревня этим славится продажей, но сейчас раннее утро, скорее всего, их нету. Вот, езжаем Канонерку. Село такое приятное, ухоженное, разметка различного, столбы стоят. И вот эти ларьки, это получается, они вот налог платят у Акимата, предоставляют им возможность торговать. И здесь вот они торгуют сельской продукцией. Вот, мухомор, мед, прополис, веники, грибы, вот уже сидит бабушка. Сметана. В общем, такой придорожный бизнес. Вот, ретро-машина, вот, москвичи, вот, выезжают по делам. Вот, когда выезжали в деревню уже, на значок платная дорога, интересует, как он платная, не платная сейчас, или говорят, что он с Паладара. Вот, борт, красота какая. Вот, на этом участке прям тянется, тянется борт. Решили сделать остановку, это вот первая такая зона, парковка, расположена прямо в Бару. Стоят беседки, столики, можно покушать, покурить. И вот здесь вот, Бар. Эстакада, вот, здесь дальнобой останавливается. И вот санузел. Ну, внутри не буду показывать, сами знаете. Вот, слышно, тятел, звук. Утро, тишина. А вот, слышали? Кое-где еще, вот, снег не растаял. Так вот, тишина, бор. Какой воздух свежий. Из Карагай заезжаем. Из Карагай. Борос. Вот, на выезде из Бураса, типовые дома тоже, наверное, для переселенцев построили. Впереди арки, сейчас на них находятся камеры, помешали. Водители еще до сих пор привычка, вот, боргают. Человек боргает, предупреждает, что впереди находят патруль. Вот, еще одна арка с камерами. Заезжаем уже в Павлодарскую область. Получается, да, Павлодара у нас 136 километров, до Астаны 575. Итак, мы решили остановиться, покушать. Впереди столовая, я ее приметил в прошлый раз. Вот у нее названия нету, такой оранжевый цвет. Названия нет у нее. Как-то ее называют по названию какого-то километра. В осенью здесь арбузы продают. И тоже вот, любят останавливаться дальнобойщики. Вот такой оранжевый профлист, без названия. О, клиенты, он уже там опайка в окне. Туалет деревянный. И для ориентира, вон те вышки, это черпак-то. Сразу, как проезжаете, где-то километр, и вот это кафе будет. Все уже теплеет. Воздух приятный, свежий. Давайте зайдем, попробуем, какая здесь кухня. Перцовый соус такой, на столе. По меню я вот потом ставку сделаю. Кому интересно, посмотрите цены. В прошлый раз я кушал, мне понравилось. Очень вкусно, по-домашнему готовят здесь. Принесли мой заказ, это жареное мясо на гарнир рис. Ну вот, что-то наподобие мяса по-тайски. Как вот, как мясо по-тайски, там это картошка, да, или тесто? Нет, снизу что, картофель, да, и тесто? Картофель, да. Да, тоже аппетитно очень. Очень вкусно, порции большие, смотрите. Столовая называется, не «Зебра», я вначале подумал, что «Зебра», потому что Wi-Fi так выходил, это раньше было. Ее называют «560-й километр». Просто здесь вкусно, цены приемлемые, порт уложит достаточно большую. Как бы по пути в Астану, кто хочет, может здесь остановиться. В общем, кафе без вывески, «560-й километр», очень вкусно по-домашнему. Это не реклама. Хорошо, вот на заправках санузел чистый, можно вот руки помыть. Добрались до Павлодара, в Павлодаре тоже, смотрите, солнечно. Такая похода сегодня радует. Заезжаем в город Павлодар, и у нас получается два варианта. Или как по-старому через Павлодар проехать, или что более удобно и короче. Нет, можно сейчас и нахожусь нахожусь. Вот зеленый мост, сразу за ним направо поворачиваете и едете по направлению город Астана. Впереди будет красивая локация, этот мост, между, да, вот как Павлодаром и Аксу, тоже один из таких символов. Вот следующая развилка, налево это Апсо, и здесь направо получается на Астана уходим. Вот уже остановки для отдыха ближе к Астане, я сейчас покажу как они выглядят. Кармашек с желтого кирпича. Проезжаешь, здесь мужской-женский туалет. Мотор сюда выкидываешь. Такая развязка, очень много фонарей. Ночью освещение хорошее будет. Глэмпинг. Зарвание хорошее. До следующей MiR goodра. Наシ軒-глэмпинге. короче астану не доезжая даже километров 10 уже тоже жека строят заехали вот сейчас перед астану еще заправимся и вот уже пост въезд в астану дорога хорошая можно легко комфортно ехать проехала машина которая убирает напылила здесь получается снег до конца не сошел береза много в астане и так расстояние на автомобиле от города семей до города астаны составляет 741 километр с учетом того что дорога стала короче состояние трассы отличная вторая машина также пылит вот эту грязь они подымают потом буду чистить поливать возможно